Доброе утро. Рыбеха уже пришла на покормку, отдать ей нечего. Сегодня отсюда сваливаем уже, уже пора. Хватит. Лодок немерено. Вот тут чертиристы стоят, и вот боюсь, что они стоят как раз над нашей цепью. Примерно туда мы и закидывались. Ну, будем посмотреть. Они, кстати, уехали. Вот эта стоянка, она, конечно, и неплохая, но уж точно нехорошая. Там ходят иногда большие круизные корабли, которые создают невероятную качку. И здесь же у нас солнечные панельки, чтобы они давали больше электроэнергии, я цепляю гиг вот сюда. И сегодня ночью вылетело вот это колечко, вылетел вот этот шплинтик, и выпала эта штука. Я решил все это перенести, значит, открутил шплинтик на серьге, и решил переносить сюда. У меня серьга упала. Упала и укатилась за борт. Это я поставил другую обычную-то. Здесь такая красивая форма была. Это обидно. Вдвоем с КТ в 6 утра все это ставили. Одна держала, я крутил. Все, мы подняли якорь, переходим с Педы на следующий остров, бухта Лака. Может быть, там нам больше повезет с песчаными пляжами. Да и вообще мы здесь уже застоялись. Хочется в какое-то новое место. Здесь качает, звел дурацкий. Ну да, сегодня ночью. Ночь-то была совсем какая-то неспокойная. Но то место, куда мы идем, тоже нифига неспокойное. Там очень мелкая, глубина 2 метра. Яхта как шпрот в банке. И все выкладывают там 15 метров цепи. И ветра там такие, что каждая лодка вращается в свою сторону. Если кто-то неправильно что-то выложил, неправильно стал по отношению к соседям, то просто неудачно. То можно сойтись. Там за сами лодки сходятся. И люди там даже бывают, так что и вахту несут. А еще в скором времени Фед будет меня учить наконец-таки при постановке. Нет, при постановке на якорь, чтобы не я цепь отдавала, а он, а я была у штурвала. Это, я так понимаю, отдельный вид искусства. Особенно если это будет какая-то тесная пункта. Давай правее на 5 градусов. Вот этого поноса обходи. Вот этого поноса? Который стоит. Мы вырвались в этот мини-походик. О, круг спасателей. Понимаешь? Довольно-таки давно. Брось скорость. Нейтраль. Нейтраль. Ай! Везде у куски посыпались. Пуски чего? Пуски круга. Передворачиваешь? А нужны они нам? Да нет, конечно. Ты на этом сможешь плавать. Вот чайки подобосрали чуть-чуть. Помнишь, мы такой уже поймали? Да. Ноги надо только вырисать. Ты на нем плавал. Что, разворачиваться, нет? Да, на курс ставим. Добыча. Дары моря. А я про что хотел сказать. У нас есть всего две ночевки до того, как приедут ребята. Они на 10-е все-таки билеты взяли. И что? Толком некуда здесь сходить на Корфу. Есть интересные места с другой стороны. Но туда идти довольно-таки долго. Много времени мы потеряли, когда там торчали в пухте. Мы сейчас попробуем сходить в Лаку. Чем заняться в скучном 5-часовом моторном переходе. КТ намывает. Бьют. Как всегда, началось все с маленького следа от ведра. Мы решили его вытереть. В итоге все превратилось в гениальный упор. И мы поняли, что у нас смарает все очень сильно, кранец. И вот я сижу лезвием, срезаю какой-то клей, который на нем запекся. Потом бензином все это буду оттирать. Мы даже полпути еще не прошли. Чтобы ощутить свободу в полной мере, мы решили не идти на Лаку. Мы повернули на сегодня. Идти сюда ближе. Пляжи там те же самые. Причем там рядом есть городская стенка. У нас заканчивается вода. Зачем нам на Лаку идти? Это так далеко. Хочется. Плюс два часа. Плюс два часа. Хочется расслабиться. Попробовать карфийского ликера. Мы вчера прикупили. На Корфу производят из мандарина. Или за каким-то карликом. Вот цитрусовым. Так придем на сегодня. Там уже на Дыболе пляжи пыщаный. Красивый. Ну, не пыщаный. Ну, какой-то там пляж. Какая рейтинная, какой пляж. Человек не сет в акту. Пляжок завели. Теперь потихонечку травим. Правый. Левый. И закручиваем. А, пьянина открывают? Ну, не обязательно. Можно и на закрытом. Шлаг через лебедку можешь кинуть. Будет тяжелее тебя тянуть, но зато надежнее. Здесь, наоборот, чем меньше шлагов останется, тем легче будет. Довольно в красивом местечке мы встали на якорь. Выложили туда почти все, что у нас было. 55 метров. Там он совсем мелко, а мы здесь стоим на 14 метрах. Я пока еще не мастер по расчетам всех этих якорных дел, а только учусь. Но вроде как стоим на хорошем таком заднем ходу. Туда можно сплавать на пляжик. Милый пляжик. А завтра мы хотим встать вот туда. Там вон стоит машинка с дизелем, ждет нас. Будем заправляться топливом. А там еще более милый пляжик. Ну, завтра КТ пешком и отправлю на тот пляж. А сегодня пусть на этот она плывет, на тузики, на весах. А вот там на якоре, прямо в проливе яхта стоит. Вообще прикольно. Ну, нам и тут хорошо. Кик не буду убирать. Потому что, блин, теперь только шестигранником эту фигню откручивать. Чего она тут? Ну, затеняет, да, затеняет. Вот так его сдвинуть, меньше затенять будет. Хотя она скрутит. Ладно, будем отдыхать. Купаться хочу. Называется этот карфийский напиток кумкват. Кумкват? Кумкват. Да. Кумкват ликер. Вот тут нарисованы. Короче, это, я так поняла, дикие мандарины. Я тоже дикий. Так что мне давай такой. Такой ликер мне надо. На острове Корфу. Такой заплатевший обыкнил. О, ехать. Мне кажется, это так вкусно. Откручивай просто. Давай я. Держи крепко, я откручиваю. О! Какой запас? Нет, алкоголем, спиртом. Ммм, спиртом. Да нет, он врет. Круто не пахнет. Ну давай по чуть-чуть. 8 евро пол-литра. Может, у вас чем-то мешать надо? Нет. Ай-яй-яй. Мой чел ни с чем не мешает. Значит, ты это не мешай. Мне половину хотя бы наливай, куда мне-то столько мало. Я с большой, мне надо больше. Странно, что пробку так откручивают. Ну давай. Какая гадость. Как из аптеки. Очень вкусно. Вкусно, но... Аптека с не чем-то. Нет, нет. Не крепко и как бы это вкусно. Как сироп от кашля, короче, с алкоголем. Подкрашенный. Я думала, будет более ароматизированный. Короче, будешь ты его одна у нас пить? Ура! Довольно милая якорная стояночка. Два, четыре, шесть. Сюда где-то семь лодочек поместится. Мы здесь стоим на очень большой глубине, наверное, одни. Остальные все на мели стоят. Но мы зато всю цепь отдали и не паримся. Ну и у нас место козырное. Потому что те лодки, которые стоят, они близко к пляжу. Там это гул, орущие люди. Там это уже слишком далеко. Далеко от чего? Ну далеко, в смысле в море практически, в открытом. Короче, здесь, в отличие от предыдущего нашего места, нет вот этого. Да, вот этого, смотрите, вот этого нет. От проезжающих мимо паромов. Хотя еще ни один паром не проехал. Вот либо они проехали, но мы не почувствовали, либо они не проехали. А там они постоянно, постоянно нам устраивали дикую качку. Там было очень неспокойно стоять. Слушай, ну там не всегда так было. Там были хорошие времена. Ну, хорошие времена два часа. Там были хорошие два часа, здесь были хорошие два дня. И вот так мы будем передвигаться, передвигаться. Мы здесь стоим уже несколько часов и решили, что завтра, наверное, даже не пойдем. Всего туда стеночку. Ну, в смысле, пойдем, заправимся водой и топливом, и обратно уйдем на якорную. Значит, нам надо платить 25. Да, смысл платить деньги, стоять возле стенки, если нам и здесь отмечено. Да, мы отсюда на Тузике съездим в деревню. Кстати, всего-то это деревня. Здесь население 900 человек. Я забыла. С добрым утром. С добрым. Прежде чем идти заправляться, мы решили обновить наш запас дизеля. У нас тут 20 литров очень старого дизеля. Всего 30 литров в рундуке. Но десятка обновленная, а двадцатка старая. Сейчас будем ее заправлять туда. У нас есть вот такая хитрая приблуда. Держи вот этот кончик, просовывай воронку. Кончик, просовывай воронку. А эту сюда. По идее, надо вот так покачать, и дизель пойдет. Пошел? И дизель пошел. Никакого дерьма на трусах. Вот смотри. Канистра чуть меньше года простояла, и вот что тут на дне. Там завелась жизнь. Ну, биодизель. И жесть какая. Это где мы заправляли? Это в привязи. На заправке шел. Надо было туда, может, скапнуть чуть-чуть этого антибиотика. Ну, ты что с этим теперь делать? Куда выливать? Я-то поехал на берег разведать, где можно водички надувать. Какие-то пируэты там выписывают. Нас с Федой пустили тут рядом на причал с якорной, где мы стояли. За 5 евро заправиться водой. А мы тут хлюпаемся. Хлюпаемся и думаем. Ой, все, закроем. Хлюпаемся и думаем. Вот оно сейчас тут жару. Средственная вода и уже довольны. Да, Жакеда? Ну-ка сделай, сейчас не делай. Давай. Заправили дизель 50 евро. Что там, 50 литров? 50 евро 40 за литр. По сравнению с ценами в Черногории в Дьюти-фри. Это даже не в Дьюти-фри. Там так. Давай, теперь я тебя полью. Наверное, давай. Сейчас, если... Еще как-то так, развлекаешься, как дети. Высадились мы на побережье деревни. Покажите, кто пришел в Дьюти-фри. Вот так вот. Не стали заморачиваться, просто выехали на пляж. Обмыли ноги. Пойдем на поиски супермаркета и осмотрим окрестности какие-нибудь. Чувствуем себя максимально диковатыми, хотя бы потому, что пришлось одеваться. Мы настолько привыкли ходить. Не-не-не, в парковочку. Здесь можно пришелтоваться, оказывается. Бесплатно? Наверное, да. А, это, скорее всего, стоянка для чартерных ядок. Виноградик созревает уже. Уютные маленькие улочки. Сдаются апартаменты. Запахи цветов как в приюде. Дворики такие миленькие. Да, конец деревни, во-первых. Во-вторых, кафешек уже нет, потому что туристы, видимо, всегда не забредают. Уютные, мне нравится такое. Я потерял хозяйство магазина. Я пытаюсь найти хозмак. Он был на большой картере, но нифига не видел. Весной нашел, наверное. Это мы, походу, узабрели на главный, блин, проспект этого места. Все для отдыха туристов. Кафешки, бары, мороженое, ласты. Кстати! Класс! Пойдем. Клапочки коралловые, а мы с тобой на Алиэкспрессе. Ну и правильно сделали. Это та же самая какашка с Алиэкспресса. Мне не нравятся эти ласты, очень короткие. Надо подлиннее. Тут, блин, как в музее. Сувенирный магазин. Сделали лодку из палок. Просто из какашек сделали. Красивое украшение. Ты можешь его купить из того, сделано, что валяется на пляже. Ой, смотрите, какая вода. Маленькие шаблоны. Шестой час. Еще пустые столики. Еще очень жарко. Я тут подозреваю все на пляжах. А вечером все кафешки будут заполнены. Вот опять из говной палок тут все собрано. Мы, кстати, круг нарезали и сюда опять вернулись. В хозяйстве. Мы только не нашли. За суперклей они хотят 4,5 евро. А за шнурок, мини-USB, они хотят 9. Но что делать туристу, который остался с порванным ботинком без клея или без шнурка? Абсолютно ничего. Плати. Плати Феда. Нет, я не буду. Мне суперклей не так нужен. Пойдемся. Вот еще один клиент наш. Магазинчик. А вот у нас портовая полиция, госгвардия. Я был всего в двух-трех греческих городишках. В Привизе, в парке и здесь. И? Ты хочешь сказать, что они все одинаковые? То же самое для туристов, вот такие кафешечки. Я не знаю, чем они должны отличаться. Они максимально уютные. Все, что нужно туристу для счастья, это кафе, это пляж, это, возможно, какие-то туристические вылазки. Они здесь есть. Тут вот туристы на пакси лодки арендуют. Смотрите, какое симпатичное кафе. Вот просто милота зашкаливает. Все, рынок. Ну, скорее всего, он работает до утром, а не в обед, в жару. Ну, здесь, конечно, маленькая деревня. В сравнении там с Родусом и Критом, здесь все маленькое. Но, опять же, уютный. Мне нравится. Короче, мы хотим вот тут большой супермаркет проверить. Мне почему-то кажется, что он большой. По этому месту мы приходим уже раз четвертый. Второй, второй. Едем, мне кажется, мы просто ходим по одному тому уже в набережную. Больше негде ходить. Ну, хотя бы походить. Не, я уже устал ходить. Я хочу на лодку, у меня снова вспотело, все. В одежде ходить так некомфортно. Ну, здесь все в одежде. Надо мне белую одежду. Хотя мне нельзя белую одежду. У вас, спасибо, мне нельзя белую одежду. Мне нельзя белую одежду. Посмотрев на цены в магазине, мы решили здесь вообще ничего не покупать. Лучше уж на корпус завтра. Потому что бешеные, бешеные. Наценка на все процентов по 40-30. Это единственное, что решил взять мороженое. Я в погоню. Ну вот, нашли ловчонку в самом конце улицы. Куда не каждый турист упридает. Знаете, как мы нашли ловчонку? Когда я убежала за мороженым, я уже рассказал. Да. И нашла ловчонку. Не эту, другую. Это непорядочная, здесь нет цен. А там, видимо, нет туристические оптовики. И все с ценами, дыньки, персики. Все чистим. Огурцы, помидоры мы набрали, перцы острые. И помидоры такие прям, вот прям как у бабушки в Казахстане. И дыня пахнущая. И все, короче, на 6 евро. Рюкзак теперь оттопыривается. И мороженое я сразу перехотела, потому что что? Потому что фрукты полетние. Самые кайфовые апартаменты на горе. Да кому как. Ну ты первая линия, кому-то на горе. Вид там, конечно, классно. Ну вот, если ты дома сидишь, то наверное нормально. Мы уже почти дошли до Тузика. О, фонтан вызвал. Ха-ха-ха. Мы дошли до Тузика и увидели вот какие-то вывески Марин Маркет. И тут какой-то ватерфишинг. Может, сейчас пару крючков купим? Ой, куда идти? Кто-то стоит здесь за мусорками. Вот здесь идут. И вон еще, это тоже Марин Маркет, смотри, написано. Это не яхтенный магазин. Это просто... Да, это просто какой-то мини-маркет. Но мы пойдем посмотрим, там было написано фишинг. Нам надо крючки правильные, чтобы всю рыбу в этой бухте выловить. А то кидаешь ей огурцы, а она такая налетает. А у нас крючок торчит из этого огурца. И она съедает все огурцы, кроме огурца с крючком. Милый магазинчик. Прикупился я тут ластами с шейклами, потерянными вчера на якорной стоянке. Крючочками недорогими. Наконец-то будем ловить рыбу и мороженое. Деревня Тридома, а у меня есть такси. Что, кстати, удивительно. А еще пока стоим после канавы, едим мороженое. Я заметил такую штуку. Вдоль канавы идет их провод и лампочки. Какую цель преследователи... Какую цель преследователи... Перегрелся. Какую цель преследователи... Преследовали... Какую цель преследовали создатели этой системы освещения. Чтобы никто не упал. Не упал, конечно. Блин, какая такая вот... Я вот пока стояла сейчас здесь. И смотрю, что эта деревня живет только за счет туристов. То есть здесь все магазины, все супермаркеты, все заточено под туристов. И я представляю, что переживали все эти люди, когда доступа сюда не было. Потому что здесь вся жизнь вокруг приезжего народа, то есть таверны, кафешки, хватит обезьянницы. И что-то мне на мгновение стало жутко. И я так обрадовалась, что здесь теперь вот ходят, бегают эти люди, покупают эти магниты, и местным жителям есть на что жить. Обычные люди вот так вот превращаются в яхтсменов. Раздеваются. Смотри какая. Спотнул человек. Тяни шорты, ты же не Джастин Бибер. Я рэпер. Это часть моей культуры черной. А мне вот интересно всегда было, есть ли правый и левый ласт. Если сюда посмотреть, смотри, лэфт, лэфт. Да не, это размер L. Обдовочки из яхтенного магазина. 22 евриколасты. Крючочки. В Черногории пара крючков таких стоило евро. А здесь сто пятьсот стоит полтора евро. Кальмар. Уже сразу с каким-то поводком нейлоновым. И с тройником, и еще и с одинарным крючком. Еще и с квиртлюгом, и с карабинчиком. Все уже собрано и готово за три пятьдесят. Шейклы. Серьги. По полтора евро. Вот такая же у нас на Гикашкоте потерялась. И еще я взял таких пару поводочков по сорок центов. Очень мне что-то подсказывает, что рыба их легко перекусит. Но сам я пробовать не буду. По-моему в греческой посылке у меня были поводки. Я не уверен. Поэтому на всякий случай парочку взял. Пытались мы сейчас заснять фотографию на шесть тысяч подписчиков. Да надо. Это что такое? Я в ластах. У меня рука устала держаться. Полдня клеила эти шарики. Они все развалились у нее. Ну куда ты их кидаешь? В руки мне давай. Ты мне помоги. Так я тебе помогаю. Без меня б ты вообще ничего не сделала. Да что ты. Даже клей бы не открыла. Ужасно. Я хотела все хладко чтобы получилось. Ну. Хотеть мало. Надо делать. Я делала. Ты не мог даже снять. Я виноват. У тебя шарики рассыпаются. А я виноват. У меня, прям как будто… А что шарики не хочет утики. Угу… Это сильный! А это уже более серьезная цель. ИзменM�� Тройная Рew�ок Ewureев Ohio Александр台куля. Субтитры подогнал «Симон»